черенки роз и хвойников привезены из кисловодской зима на улице сегодня 3 декабря ну вот начеренковали мы там тепло было и посмотрим получится что-нибудь или нет то есть мы создаем им влажность и температуру то есть корнеобразование происходит при температуре плюс 25 градусов то есть принципе тут соблюдено это но вот важно сейчас мы у нас немного было высоко сейчас и влажность мы плохо соблюдали а сейчас должно быть нормально то есть мы уменьшили те высоту палочки да на которых будет целый аппарат да это сегодня мы так поливаем а вообще нужно это делать из распылителя мы просто сейчас его искать некогда мы приехали и увидели что срочно надо прыскать внутри внутри ящика там внутри где находится будущая корневая система там принципе влажно но верхний слой подсох вот она увидели вот здесь по этим растением и здесь то же самое мы не будем поливать мы только вот так пока опрыскиваете он там стоит ну просто надо срочно это сделать это тоже из кисловодской это тоже с кисловодской это можжевельники здесь три вида можжевельников тех которых здесь в воронеже я еще не видела то есть начеренкованные не были в воронеже если опыт удастся я потом расскажу отдельно как в принципе мы их сохраняли до тех пор пока вот здесь их высадили в землю сейчас это бессмысленно может ничего не получится еще я буду людей в заблуждение водить если получится я расскажу как это делала ты хоть намекни намекни то есть ну хорошо это все было начеренковано все срезы сделаны правильно как нужно для уже посадки в грунт одну обмоканное все это было в корневине завернута туалетную бумагу влажную каждый череночек и все это было помещено в холодильник то есть мы не дали почкам грин тронуться в рост вот сейчас на сегодняшний день вот эти почкам уже две недели но вот я меня например смущать что они тронулись вот в рост так рано как будто бы вперед должна развиваться корневая система может что-то получится с можжевельниками порядочная то есть будем ожидать ну то что все черенки живые видно он по розовым по розовым черенкам черенки отросов будем наблюдать вместе с котом повлажнее там у нас были высокие вот эти потери длинные длинные были палочки и конечно получалось что из-под них уходил из-под целлофана влажность теперь все это в принципе хорошо как нужно то есть у нас это эксперимент получается эксперимент да раньше я делала черенки из роз и можжевельников но я их брала собственного участка то есть они нигде не лежали две недели а были использованы сразу ну а этим всем им здесь по две недели